А вот очередная батарейка с ошибкой по сопротивлению изоляции. На этот раз это у нас батарея ZE-AZE0 и батарейка у нас на 30 кВт в час. Вообще-то далеко не всегда на Ниссанах, приезжающих с ошибкой по сопротивлению изоляции, проблема является батарея. Есть ряд причин, которые дают такие ошибки. Вот, например, совсем недавно приезжал ZE-AZE0 с пробитым 5C-хитром. Но эта ситуация какая-то из ряда вон выходящая. И сейчас поймете почему. Здесь тоже проблема у нас по сопротивлению изоляции. И сейчас тоже буду вскрывать. И очень похоже, что эта батарейка уже вскрывалась. Так и есть, она вскрывалась. И, кстати, она, похоже, даже и не заклеенная. Похоже, даже не заклеенная. И интересно, что же у нас там могло быть. Ладно, сейчас будем вскрывать и смотреть, что сюрприз нас ожидает. Перед тем, как разбирать, чтобы там ничего не насыпалось, я ее немножко помыл. И вот как раз видно, что ее уже вскрывали. Есть деформация. И меня очень сильно смущает герметик, на который она приклеена. Вернее, который там лежит, но ничего не клеено. В общем, сейчас тогда буду ее вскрывать. Вот видно, что она как-то непонятно. История умалчивает о том, что с ней было. Ну, надо будет у владельца узнать. Но как-то она не совсем красиво выглядит. В общем, сейчас буду вскрывать ее и смотреть, что с батареей не так, и почему есть сопротивление изоляции. И вот, если будет плохо проклеено, посмотрим, насколько это страшно. Вообще, из-за этих бортиков, в принципе, попадание грязи туда не критично, потому что здесь будут завороты. Но, тем не менее, сейчас посмотрим. Вскоре мы посмотрим, насколько это было критично. И вот, как выглядит батарейка. Она вся в пыли. Слой пыли здесь просто нереальный. Все в грязи. А пыль бывает и токопроводящая. Конечно, жесть. Это просто жесть. Перед, вверх. Подписаны все элементы. И вот пошла уже коррозия. То есть, здесь была и влага, и грязь, и песок. Чего есть только не было. И вот, видна грязь. Это вот как грязь здесь попадала. Но, если бы этого бортика не было, это вообще все было бы внутри. Здесь она даже не прилегала. В общем, такая вот ужасная ситуация. Честно говоря, такая батарейка впервые в таком состоянии вижу. Поэтому для меня это немножко шок. Вот здесь даже паучки жили. Паутинки. Конечно, жесть. Как я диагностировал, что именно проблема в батарее, можете посмотреть. Я это видео уже делал ранее. Можете глянуть на канале. Здесь такая же точная ситуация. Снял чеку. Отсоединил БМС. Я уже рассказывал, зачем ее нужно было отсоединять. В том же видео, предыдущем. Сейчас хочу посмотреть, действительно ли у нас проблема в батарее. Ну, я не удивлюсь, если здесь так и есть. Потому что здесь и паутины, и пауки, и грязь, и пыль. В общем, все, что только хочешь. Так, что у нас здесь по сопротивлению изоляции? Так, одно плечо у нас нормальное до чеки. А после чеки у нас просто короткое замыкание. Так, это у нас задний модуль. Задний модуль до чеки. То есть у нас проблема явно вот в этом модуле. Но здесь неудивительно, потому что все в коррозии. Так, ну и теперь померяю напряжение. Посмотрим, сколько у нас напряжения. Напряжение у нас 127 вольт. То есть, скорее всего, это где-то в начале батареи. В начале этого модуля. 6,5 вольт. 10 вольт. 23,7. 7. Короче говоря, где-то у нас вот в этом модуле. Интересно, здесь будет такая же ситуация, как в том случае. Пробой по... Кстати, здесь уже тоже, видимо, что-то делалось. Он стоит не на одном уровне. Он смещен. Здесь есть повреждения. Повреждения корпуса. Короче говоря, скорее всего, придется нам снимать вот этот полностью модуль. Разбирать его и смотреть, что с ним. Кстати говоря, я этому сразу не придал никакого значения. Но из всех защит была только вот эта вот защита. Это передняя защита, которая идет и закрывает вот эти контакты. Задних защит здесь не было. То есть, батарея была не заклеенная и не стояли защиты. Если бы хотя бы стояли защиты, они дополнительно давали бы защиту от попадания пыли и грязи. Но по какому-то дикому стечению обстоятельств здесь сошлись факторы и то, что батарея была не склеенная, и то, что не было защит. То есть, вот это все просто-напросто было открытое. И грязь спокойно из-под колес летела в батарею. Ну а эту батарею сейчас буду продувать и снимать вот этот модуль. Разбирать его. Да, такое даже в боксе делать нельзя. Придется батарею вывозить на улицу и на улице это делать. Иначе все автомобили, которые находятся в боксе, будут немножко запылены. Так, сняли модуль, который у нас. Был самый сомнительный. И вот, что можно увидеть снизу. Либо водичка здесь собиралась, либо уже пакеты потекли. Вот раз, модуль два. Вот какое-то непонятное. Но, правда, по центру здесь непонятно что. В общем, и если мерить напряжение, относительно массы, а у нас опять тревога. Так, если мерить напряжение, то относительно одного у нас 10,3 вольта. Относительно второго у нас 178 вольт. Поэтому у нас как раз где-то здесь проблемы есть. Так, я хотел сразу еще добавить, что вот это, тем более здесь были поцарапаны, это не мы царапали. Это, скорее всего, уже был этот модуль был уже до этого. Возможно, его меняли. Он где-то лежал, корродировал и этот, и этот. Потому что в корпусе батареи здесь следов нет. Есть след только вот этот вот, где краска слезла. И как раз это вот этот модуль, здесь еще липкое оно. И как раз именно этот модуль у нас пробит. Потому что если мерить напряжение, то у нас здесь получается полтора вольта. Вот, 1,47 вольт. И дальше оно растет, что в одну сторону растет, что в другую сторону растет. То есть у нас проблема конкретно с вот этим вот модулем. В любом случае его вскроем. Не исключено, что здесь пробит пакет. И тогда этот модуль только под замену. Вот теперь вопрос, где найти хорошие элементы. Просто все здесь в этой батарее как-то непонятно. Одно дело, ее делали, так уж, чтобы заклеили ее. Но она и не заклеена, и эта потекшая. Возможно, хозяин батареи после диагностики ему сказали, что нужно делать. И хозяин батареи отказался ее ремонтировать. Поэтому сейчас разберу, вскрою крышки этого модуля и посмотрим, что там есть. Разобрал этот модуль. И вот, что здесь видно. Здесь поплыл силикон, который на краях. И вот электролит, который у нас и потек. За счет этого электролита у нас и здесь налепало, и корпус батареи краску повымывало. И это не сварка снизу. Я смотрел, там ребро жесткости идет. Никаких сварочных работ не было. То есть это тупо проблем была внутри самого модуля. Короче говоря, вот этот модуль, у нас что-то с ним произошло. И из-за этого вот такая вот проблемка. И тут еще повезло, что этот автомобиль не загорелся. И при этом этот электролит разъел и силиконовую герметик торца. Или как ее правильно назвать. В общем, однозначно этот элемент. Нужно менять этот модуль. И видно, что этот пакет раздулся. Короче говоря, оставлять его однозначно нельзя. При любых раскладах, даже если клиент пожелает это оставить. То в любом случае собирать батарею в таком виде я не решусь. Не знаю, как остальные элементы. Но однозначно этот пойдет под замену. В общем, согласовали замену этих трех модулей. Первый, который уже был потекший. И два модуля, которые ржавые. Вот они лежат. Мы их тоже поменяли. Потому что их тоже было опасно оставлять. Поэтому решили не оставлять их. Элементы отбалансировали. И теперь собираю в кучу этот модуль. И буду устанавливать его на автомобиль. Установим и посмотрим, что у нас это выйдет. Батарею скрутил. Поменяли в итоге три элемента, которые были ржавые. И осталось теперь подкидывать ее на автомобиль. Посмотреть, чтобы у нас все было нормально. И по сопротивлению изоляции. И по балансировке. И можно тогда ее будет клеить и собирать. Нужно будет ее чуть-чуть отмыть. Потому что это грязь, которая попала. Не хотелось бы, чтобы она здесь была. В общем, придется позачекать полностью весь герметик. И наносить сюда новый полноценный слой гермента. Потому что здесь уже непонятно, что было. Подкинул батарею. Автомобиль у нас не запускается. Потому что у нас ошибка в памяти. Сейчас попробую ее удалить. И посмотрим. Так, ошибки удалены. Ошибка пропала. Автомобиль у нас запустился. И сейчас посмотрим, что я тут набалансировал. Так, я набалансировал здесь до 20 милливольт. До 20 милливольт у нас разбег. В принципе, в целом нормально. Есть некоторые элементы чуть-чуть выше заряженные. Есть чуть-чуть ниже. Но в целом батарейка ровная. В общем, пока так и оставляем. Теперь можно будет оставить автомобиль на какое-то время. Потому что не сразу ошибка может загораться. И посмотреть, не загорится ли ошибка у нас по сопротивлению изоляции. Если ошибка не загорится. А я уже подобный эксперимент делал на ZE1. Когда была проблема по пробою изоляции на проставку в батарее. В общем, оставлю минуту на 10-15. Если ошибка не загорится. Значит, у нас все хорошо. Еще раз прочитаю. Буду зачищать старый герметик и клеить батарею. В общем, пока так. Пробег у нас на автомобиле 227 378 километров. Из-за того, что мы срезали старый герметик. Теперь надо наносить вот такой вот высокий слой. А чтобы нанести такой слой, у нас есть вот такой инструмент. Это, конечно, не джавелин, который помогает нашим военным. Но этот инструмент тоже очень хорошо помогает нам в решении этой проблемы. Батарею установил. И вот хочу показать, как автомобиль приехал. Он приехал без вот этих вот защит. Это пусть и не серьезная какая-то защита от механических повреждений. Но, тем не менее, это хороший пыльник. И если бы он стоял бы, то меньше было вероятности попадания туда грязи. Но, к сожалению, здесь сошлись небеса так, что и защит не было, и не было пыльника. Вот здесь вот можно увидеть стык этот. Он был полностью открытый. Отсюда летела грязь под колес. Аналогично и с этой стороны. Если бы стояла защита, она как раз закрывала бы. И ничего подобного не было. Потому что она заходит аж сюда. Но здесь есть передняя защита, которая закрывает разъемы. И она хоть как-то закрывала от прямых попаданий грязи, воды через переднюю часть батареи. Но от задней части батареи ничего не защищала. Сейчас батарея у нас проклеена. Защит, правда, не поставил, потому что у нас их нет. Ну, как-то так. В общем, будем тестировать ее и смотреть. Ну, в любом случае, батарея далеко не идеальная. У нее 69,5% сох. Чуть-чуть бы решил бы вопрос разряд вот этих вот элементов, которые сильно заряжены. Но кардинально она проблему не решит. Ну, сейчас 35 милливольт разбег. Это потому что при рекуперации эти модули просто они в лучшем состоянии, чем вся стальная батарея. Поэтому во время рекуперации дельта уменьшается. А во время разгона она очень сильно увеличивается. Вот, во время рекуперации некоторые элементы даже выскакивают выше. Вот такая вот ситуация с батареей. Ну, в любом случае, автомобиль какое-то время поездит. Так, ну, это потерянные пакеты, скорее всего, были. Поэтому и такой рисунок. Снял крышку батареи. И вот так вот выглядит эта батарейка. Здесь цилиндрические элементы. Пока еще не разбирался, что как. Элементы, я обратил внимание, что есть 18-й год. 18-й год. И также встречаются элементы 17-го года. Я где-то видел здесь. Или я уже ошибаюсь. В общем, вот так вот. Это БМС-ка у нас. Из двух частей. И что еще меня удивило, что здесь стоит один контактор. Контактор, который разрывает только отрицательную цепь. Volkswagen IG-4 зачастили сейчас приезжать. И на них частая проблема, когда тухнут мониторы. И вот так вот они не включаются. Телевизор. Телевизор. А-а-а. А ну еще раз. А, восьмичало. О, телевизор заработал. Да, заработал телевизор. Ну, в общем, а как это можно сделать? Это можно увидеть на канале. Кстати, на канале можно увидеть еще много-много чего интересного, что связано с электромобилями. Поэтому не забудьте подписаться и поставить лайк. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok